Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Льготный компромисс найден. Глава региона предложил новые меры соцподдержки. Дольщики получили шанс на новоселье. На градостроительном совете решили, как помочь проблемному долгострою на пересечении Вилоновской и Садовой. К боям с непогодой готовы. В Самаре прошел общегородской смотр коммунальной техники. Бизнес им поможет. Самарская мэрия нашла партнеров, которые предоставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Иван 3D Грозный. Или вся история России в одном клике. В Самаре открывается уникальный мультимедийный проект. Число поездок по социальной транспортной карте будет увеличено. Об этом накануне заявил исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров в прямом эфире телевидения. Кроме того, уже до конца года предполагается решить вопрос о денежных выплатах работающим пенсионерам, ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по области. Подробности в нашем следующем сюжете. В регионе будет выстроена новая система мер социальной поддержки населения. В первую очередь до конца года предполагается решить вопрос о денежных выплатах работающим пенсионерам, ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по области. Предложение обсудили на заседании рабочей группы, в состав которой входят региональные министры, представители всех фракций губернской думы, члены областной общественной палаты. В итоге пришли к согласию, что в сфере соцподдержки необходимы системные изменения. Нужно возвращаться к выстраиванию новой системы социальной политики и, соответственно, мер социальной поддержки. Понятно, что путь этот сложный и большой научный труд нужно сделать. И, соответственно, все, кто по выработанным критериям должен рассчитывать на поддержку государства, будет эту поддержку получать. Но я думаю, что на площадке думы эта работа будет продолжена. За собой, оставляя право в этой ситуации разработки системы мер, принять решение оперативное по поддержке ветеранов. Также принято решение увеличить число поездок по социальной транспортной карте. Об этом накануне заявил Дмитрий Азаров в прямом эфире одного из региональных телеканалов. Я предлагаю, мы это сделаем. Мы увеличиваем количество поездок до 90. Но при предоставлении отчетности за предоставленную услугу, мы привлекаем к этому муниципалитеты. Главу Самары, главу Тольятти. И пусть они контролируют, а как перевозки ведутся. За каждого человека, который больше 60 ездок, они пусть знают, почему такая ситуация, почему человеку не хватает. Самарцы радостно восприняли эту новость. Отлично. Пускай вернут то, что у нас было. Вот и все. Нужно, потому что все-таки ездят, много ездят люди. 50 поездок это очень мало, не хватает. Особенно летом. Пенсионеры ездят по местам тоже. Не сидеть же им дома. Куда-то поехать, где-то что-то посмотреть. Не говоря о магазинах, а просто развлечься. Тоже же надо. Приехал, уехал. Кто-то за внуками ездит. Тоже помощь детям. Поэтому набегаются поездки. Лариса Шалафаст, Марианна Мирная, Василий Колдашов. События. 400 миллионов рублей выделено на строительство Фрунзенского моста. Стратегически важный объект должен быть достроен к 2018 году. О планах по развитию дорожной системы сегодня в Самаре рассказал министр транспорта России Максим Соколов. Проект безопасной и качественной дороги будет продолжен и в бюджетной верстке Самарской области в числе фаворитов. Олег Зверев изучил цифры и факты. В Самару министр транспорта приехал, чтобы проверить, как идет подготовка дорожной системы к чемпионату мира по футболу. Но и после Мундиали темпы строительства и ремонта дорог снижаться не будут. Максим Соколов особо отметил аэропорт Курумыч и подъездные пути к нему, а также Волжское и Московское шоссе и улицу Новосадовую. Проект безопасной и качественной дороги – это проект не одного года. Наоборот, 2017 год – это первый год реализации этого проекта. Уже заложены серьезные федеральные ассигнования на участие в этом проекте. И по-прежнему Самарская область здесь заявлена как участник с наибольшим объемом федеральной поддержки бюджетной. Региональный дорожный фонд пополнится за счет повышения акцизов в 2018 году. Из этих денег область получит дополнительно 450 миллионов рублей. В 2019-м еще 520 миллионов. Будут профинансированы важнейшие областные дорожные стройки. Сегодня в регионе взяты рекордные темпы работы на федеральных трассах и на дорогах городского и районного значения. Федеральное правительство будет поддерживать этот тренд и дальше. В числе стратегических объектов – Фрунзенский мост. Буквально на днях принято решение выделить на его строительство еще 400 миллионов рублей. Задача, чтобы к 2019 году мост был построен. Отдельно еще раз хотел бы, конечно, отметить строительство моста Фрунзенский. Город Самары имеет 6 выездов из города. Фрунзенский мост станет дополнительным выездом из города, обеспечит развитие левого бережья и Куйбышевского района Самары. Ну а самое главное – разгрузит, конечно, южное направление. За тот месяц, что в Самаре будут проводиться игры чемпионата мира, город посетят более полумиллиона гостей и участников. Транспортная система должна выдержать эту нагрузку. А это не только современные качества дорог, но и большой задел на новые проекты. Олег Зверев, Константин Головин. События. Дом сдадут. В Самарской мэрии нашли решение по недостроенному углу Вилоновской и Садовой. Проблемы с вводом здания в эксплуатацию возникли из-за отсутствия парковки. Какой выход найден городскими властями для этого и других проблемных объектов, выясняла Марина Матвейшина. Вилоновская и Садовые. Дом трудной судьбы ждет счастливой развязки событий. Городостроительный совет одобрил продолжение строительства без парковочных мест. Застройщик начал возводить высотку в 2004 году. Причем без разрешения на строительство. С тех пор менялся застройщик, дом вошел в число проблемных объектов. Власти пошли навстречу строителям и одобрили параметры здания, которые не подходят для застройки в исторической части города. Но до сих пор 82 дольщика ждут свои квартиры. По настоящему нормативу застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. В этом доме стоянки не были предусмотрены вообще. Глава города своим постановлением отменяет данную норму для этого дома. Люди не должны страдать от этой ситуации. Если дом может быть достроен, есть соответствующая экспертиза, которая позволяет это сделать, нужно пойти на то, чтобы отменить всевозможные коэффициенты, которые мешают людям получить их законное жилище. Городостроительный совет поддерживает это решение в том числе и для других долгостроев, которые столкнулись с такой проблемой. В городе более 20 подобных объектов. Отсутствие парковок в городе также стало темой обсуждения. Участники анализируют опыт других городов и стран. Предлагают начать с ревизии всех парковочных мест в городе и возможности использовать их по максимуму. Это и перехватывающие парковки, которые предполагаются по многочисленным проектным предложениям и проектам планировок на территории городского округа. Это общественные парковки, многоэтажные и подземные. И также парковки двойного назначения. Это предполагает дневное использование как гостевые парковки и ночные для жителей ближайших домов и территории, на которой они расположены. Также решить нехватку парковок в исторической части города можно более рациональной организацией движения, считают участники. Это и развитие общественного транспорта, и ограничение движения частных автомобилей в историческом центре. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Самара попала в число городов со стоимостью жилья ниже общероссийских показателей. Какова средняя цена квартиры в городе, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце рабочей недели цены на нефть понемногу растут. За баррель марки Brent дают 56 долларов 90 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 51 копейка. Евро 67 рублей 89 копеек. Золото стоит 2375 рублей, серебро 31 рубль 51 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 77 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 27 копеек. Стоимость поддержанных машин в России за год выросла на 4% и составила 608 тысяч рублей. Это на 21% выше, чем средняя цена по России. Самара попала в число городов со стоимостью жилья ниже общероссийских показателей. Средняя цена квартиры в Самаре составила чуть больше 2 миллионов рублей, в то время как в среднем по стране это 2,5 миллиона. На этом все. Удачи в делах. К зиме готовы. В Самаре прошел общегородской осмотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройство переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Наш корреспондент продолжит. Коммунальная мощь города на одной площади. Больше 90 единиц техники муниципальных предприятий Самары готовы к зиме. Габдулхат Боязитов за баранкой мультикара колесит по Самарской набережной 6 лет. Техникой доволен и уже готов переходить на зимний график работы. Зимой работаем по погоде, вызывает и ночью. А так график у нас 6 до 3. Готовность машин к зиме оценил глава города Олег Фурсов. За два года парк техники пополнился больше, чем на сотню новых машин. В планах будущей весной приобрести дополнительные единицы. Олег Фурсов пообщался с руководителями муниципальных предприятий и поручил особое внимание обращать на качество уборки. Если выпадает где-то сантиметров 15 снега, в течение трех дней, трое суток, мы убираем свои территории. Ну так понятно, что за час для вены нет. А вот в течение трех лет... Ну отвал или с вывозом? Отвал. Должны уходить от того, чтобы весь снег складировался на обочинах, потом темнел, чернел, и вся эта грязь весной, значит, попадала на город. В этом году на улицы города выйдут больше 300 единиц спецтехники. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода. Все необходимые регламентные работы были проведены в срок. 70% техники уже подготовлено к работе в зимних условиях. Оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Но это связано с тем, что пока еще идет такой сухой сезон, и переобувать с летнего содержания на зимнее пока не целесообразно. Помимо техники подготовлены полигоны для снега, закуплены реагенты. Также в Самаре скоро появится снегоплавильный завод. Концессионное соглашение на строительство уже заключено. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Самаре за счет предпринимателей. Представители бизнеса готовы предоставить около полусотни специальных боксов, предназначенных для пластиковой тары. На совещании в мэрии городские власти инициативу поддержали. Теперь предстоит определить, каким будет дизайн контейнеров и где их станут производить. Всего в Самаре боксами для раздельного сбора мусора уже оборудовано 650 контейнерных площадок. Необходимо сносить еще около тысячи. Всего за прошлый год в городе собрали свыше полутора сотен тонн пластиковых бутылок. Всех их отправили на переработку. Контейнеры для раздельного сбора мусора вскоре должны появиться на 60 улицах города и у стадиона Самар-арена. Мы разработали программу, новую редакцию программы городской, которая предполагает в том числе и установку контейнеров для раздельного сбора мусора во всех учреждениях города Самары. Образовательные учреждения, социальная защита. Для того, чтобы дать такой пример гражданам, бюджетникам, как правильно нужно обращаться с отходами. Новые бордюры, тротуары и фонари. В Самарском дворе на Победе 138 практически завершен ремонт. Двор был участником программы по формированию комфортной городской среды и были учтены просьбы жителей. Парковки и асфальтовое покрытие оценила и наша съемочная группа. В Большом дворе на семь многоквартирных домов Вера Сидорова живет уже 35 лет. Женщина говорит, за эти годы он изрядно поизносился. Асфальт был разбит, подходы к подъездам разрушены. Парковочных мест не было вовсе. Машины ставили на земельные участки, просто подгоняли, разгоняли грязь. Здесь всегда была грязь. Поэтому мы тоже подавали заявление, чтобы нам сделали две парковочные зоны. Зоны сделали шикарные, огромные. Жители сейчас очень тоже этим довольны. Этот двор один из 35 в Кировском районе, которые будут отремонтированы до 31 октября. Работа ведется комплексно, учитывая пожелания жителей. На Победе 138 по программе создания комфортной городской среды также появилось освещение. А укладка асфальта по специальной схеме должна избавить от скопления дождевой воды. Были асфальтом определенные уровни выдержаны и уклоны даны на улицу юбилейную, чтобы вода естественным способом уходила на улицу. А там по юбилейной на Победу, а там у нас ливневые коллектора. Контроль проводился на всех этапах установки бортовых камней, подготовки щебеночных оснований и разборки дорожного полотна. Контроль качества уложенного покрытия еще не проводился. Работы выполнены были вчера. Спустя через три дня по нормативным документам будут производиться отборы проб и испытываться. 5000 квадратных метров проезжей части, 600 метров тротуаров. На приведение двора в порядок подрядчикам потребовалось 2 года и 11 миллионов рублей. Но теперь жители вознаграждены за проявленное терпение. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Предполагаемых грабителей банков арестовали на два месяца. Трех самарцев подозревают в серии разбойных нападений. Во время одного из них, 12 сентября, преступник тяжело ранил 69-летнего охранника и похитил 5 миллионов рублей. Мужчина скончался в больнице. Полицейские нашли в гараже одного из бандитов огромный запас оружия, деньги и автомобили премиум-класса. По версии следствия, все украденные деньги, а это около 20 миллионов рублей, мужчины тратили на автомобили. Два налетчика свою вину признают полностью. Третий же уверяет, что его оговорили. Спасатели эвакуировали с танкера четырех матросов. Операция прошла близ города Октябрьск. Там в настоящем на рейде танкере заболели четверо матросов. У всех них поднялась высокая температура. И потому им понадобилась срочная эвакуация на берег. Стоматологию, в которой погиб ребенок, оштрафовали еще на 100 тысяч рублей. Такое решение принял арбитражный суд. Напомним, трагедия произошла 23 июля. Ребенку, который боялся предстоящих процедур, решено было лечить зубы под общим наркозом. По версии следствия, у мальчика произошло нарушение сердечного ритма, и он скончался. Возбуждено уголовное дело. Параллельно региональный Росздравнадзор организовал проверку клиники. Специалисты выявили, что в случае сгибели ребенка был недоценен операционно-анестезиологический риск. Кроме того, были системные нарушения. В частности, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Сотрудники двух самарских вузов попались на взятки. Доцент кафедры математики и бизнес-информатики Самарского университета пообещал первокурсникам поставить положительные оценки, при условии, что каждый из них заплатит ему по 500 рублей. При получении взятки 14 тысяч рублей доценты задержали сотрудники Самарского управления ФСБ. По решению суда, педагога оштрафовали на 25 тысяч, а старшего лаборанта Самарского экономического университета на 30 тысяч. Она за 11 тысяч рублей предложила студентам помочь ликвидировать академическую задолженность летней сессии. Зима близко. В Самарской области местами ожидается похолодание до минус 4. Предупреждают синоптики. В субботу 21 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит минус 4,1 градус по Цельсию, днем 1,6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Аналогичные погодные условия будут и в воскресенье 22 октября. Хроника прошлого в формате мультимедиа. В Самаре откроется исторический парк. Интерактивные стенды, сенсорные столы, огромные экраны. Узнать, что происходило в России много веков назад, можно будет с помощью одного прикосновения. Проект уже нашел миллионы поклонников в Москве, теперь добрался и до регионов. Самарский исторический парк сейчас на стадии монтажа. Когда здесь встретят первых посетителей, знает Алина Чемерис. 6 тысяч квадратных метров. Пока это только голые стены, но уже через считанные дни все это оживет. Сцены баталий, история императорской фамилии, ключевые вехи в жизни страны. В буквальном смысле пройти через это все совсем скоро смогут гости исторического парка «Россия. Моя история». В данный момент мы находимся в зале, посвященном событиям и эпохе Ивана Третьего, Василия Третьего, Ивана Глинская, то есть водителем Иоанна Грузова. Здесь же на вот этих элементах архитектурно-экспрессированное изображение. В данный момент наш специалист настраивает пришел на оборудование. История страны от древних времен и до наших дней. Рассказывать ее будут на современном мультимедийном языке. Два выставочных зала, один из которых посвящен династии Рюриковичей и Дому Романовых, второй – великим потрясением и современности. Проект «Россия. Моя история» зародился в столице и теперь эстафету принимают регионы. 400 цифровых носителей, тысячи портретов, сюжетов, цитат. Колоссальный труд историков, художников, дизайнеров, специалистов по компьютерным технологиям вскоре увидят и самарцы. Это архивы, в которых, соответственно, работали наши историки. Это те же самые образцы славянской письменности, которые были добыты. Наша история, она живая, она подвижная. Нашу историю можно потрогать, потому что есть экспонаты, которые открываются посредством нажатия ладошкой какого-то элемента отдельного. В Самарском историческом парке планируют установить купол диаметром 10 метров. Фильмы на него будут транслировать 17 проекторов. Сенсорные столы, планшеты, стенды, коллажи. Чтобы интерактивное пространство ожило, достаточно прикосновения. Проект, уверены организаторы, станет современной образовательной площадкой. Здесь можно будет проводить уроки для школьников и студентов. Также для всех желающих сюда планируют водить экскурсии. А тем, кто предпочитает путешествовать по эпохам в одиночестве, предложат аудиогид. Познакомиться поближе можно будет и с историей Самарского края. В летопись будут вплетены важнейшие события и ключевые фигуры прошлых лет. Ну, конечно, сюда обязательно войдут такие наши известные, скажем, личности, как святитель Алексей, наши губернаторы. Время, когда наша Самара была запасной столицей. Ну, и многие другие, которые являются значимыми для наших жителей событиями. Взгляд на нашу историю, на наше прошлое, который так необходим нам для того, чтобы нам уверенно двигаться вперед. В этом году исторический парк появится в 17 регионах страны. Выставка уже встречает посетителей в Якутске, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде. В Самаре открытие запланировано на 7 ноября. Для студентов и школьников посещение исторического парка будет бесплатным. Алина Чемерес, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Мост Южный путепровод Аврора полностью открыт для движения транспорта. За 7 месяцев на всем протяжении моста укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, обновили систему освещения, уложили верхний слой асфальта повышенной прочности. Также уложили литой асфальтобетон в районе деформационных швов. На путепроводе также выполнены данные виды работ. Кроме того, обустроены лестничные сходы. Ремонт выполнен в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Сроки ремонта, изначально рассчитанные на 21 месяц, скорректированы по инициативе главы города Олега Фурсова. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. Теперь движение по мосту полностью восстановлено и для городского общественного транспорта. Количество подвижного состава и интервалы движения сохранились. Строительство улицы Арена-2018 выходит на финишную прямую. На двух из трех проездов к стадиону Самара-Арена укладывают асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Уже построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. Круглосуточно здесь работают 80 единиц техники и около 100 человек. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. На площадке стадиона Самара-Арена продолжают укладывать основание поля. Оно имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоев песка и щебня. Также будет установлена система подогрева. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива. Строительство стадиона проверили первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий и временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. После обхода стадиона итоги подвели на заседание рабочей группой. Леонид Ставицкий отметил, необходимо в ближайшее время сформировать сегодня график выполнения всех работ по стадиону и сопутствующей инфраструктуре с указанием конкретных сроков исполнения. На пересечении Ракитовского шоссе и улицы Карла Маркса собираются расположить пункт досмотра автомобилей к Чемпионату мира по футболу. 17 тысяч квадратных метров станут важнейшей точкой для безопасности турнира. Здесь будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. Задача городских властей подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать асфальт. Все остальные работы будет производить Оргкомитет Чемпионата мира 2018. А вот где помощь не требуется, это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону Самара-Арена. После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ. Закончит стройку объектов срок в феврале-марте следующего года. В Самаре продолжается ремонт участка улицы Галактионовская. Ранее здесь привели в порядок инженерные коммуникации, обновили бордюры. Вскоре на Галактионовской появятся новые дорожные знаки, урны и светофоры. Сейчас рабочие кладут тротуарную плиту, в том числе тактильную. Приводят в порядок трамвайные пути, заезды во дворы, проезжую часть. Улицу обновляют по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом на ремонт Галактионовской направлено около 150 миллионов рублей. Код работ на каждом этапе контролируют представители подрядчика и кураторы учреждения подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии. Также в Самаре сейчас завершаются работы на улице Полевой. Порядок приводит Волжский проспект, Алексей Толстого, Водников, Комсомольскую, Фрунзе. Всего в этом году в рамках федерального проекта обновят 43 улицы. Зданию 135-го Самарского лицея авиационного профиля 65 лет. В последние годы оно не эксплуатировалось. Городские власти приняли решение отремонтировать помещение. На ремонт направили 97 миллионов. Из них 35 на современное оборудование, обеспечивающее комфортное и качественное обучение. Фасады территории вокруг корпуса уже преобразились. Теперь очередь внутренних помещений. За их отделку возьмутся, как только в здании пустят тепло. Срок сдачи объекта – декабрь этого года.